Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелезуденова и мой канал Делимся опытом взаимно. Сегодня я рассадила томаты, то есть не рассадила, а высадила в теплицу вторую половину. И угадаю, где мои томаты. Вот никто не угадает. И попробуй отыщи. Вот посмотрите. Они такие, они переросшие, хорошие томатики. Но дело-то в том, что они все заставлены абсолютно. Им сейчас вообще их и не видно из-за этих растений, из-за ящиков. Ну что же сделаешь, у всех рассадниц такая песня. Высадим томаты и не знаем, где их отыскать. Вот. Ну, ничего, это все временно. Все это временно. А теперь я хочу вам показать еще, которые я рассадила томаты. Вот по краешку я рассадила томаты, которые у меня зажелтели. И вот я их потом... Я думаю, что они до конца мая, может быть, все-таки оправятся. Вот, знаете, на самом деле, мне кажется, они еще хуже выглядят, чем на... Вот. Чем по этому ролику. Здесь еще вроде как ничего. Но если вот сравнивать вот с этим зеленым и эти, вообще, что-то с чем-то. Не знаю, почему. И причем у меня прямо их много было. Мои-то томаты прям вот, пожалуйста, зелененькие, хорошие. Вот стоят. Прекрасные. А вот желтые какие-то. Я уж их перевалила в литровые горшочки. Здесь вот 10 штук. Ужас один. Поправятся или нет, я даже не знаю. И вот мне пришлось вот так рядочком по одну сторону и по другую сторону теплицы рассадить эти желтые томаты. Я думаю, может быть, они все-таки наладятся. Не знаю. А теперь я немножко покажу свою рассаду. Ну, там тоже вот помидорки довольно хорошенькие. Ну, что им надо было? Ну, что даже вот не знаю. Так, это у меня в таком состоянии вербена. Вот вербена в стаканчиках, в 200-граммовых здесь каждая. А они вот я не вижу, чтобы цвет набирали. Но зато вот здесь, посмотрите, здесь они посажены не в стаканчики, а так. В грунт просто, в ящичек. И они здесь все абсолютно на бутонах. Мне кажется, они все в раз здесь зацветут. Здесь вот тоже вербена какая-то вот выбилась, светит ненормальная. Вот так. Вот такой вот у меня мемулюс. Ну, тоже как-то он вроде как светло-зеленый. Может, даже тоже маленько хлорозит его, не знаю. Питуньи я уже сто раз показывала. Вот здесь вот бархатцы. Ну, здесь тоже посаженные не в стаканчики. Где стаканчиков набраться? Я уж так насадила, думаю, невестки мои пойдет. Пойдет. Вот здесь вот тоже не очень эти шафраны. Мы называем шафраны, это бархатцы прямостоячие. Они тоже как будто маленько уже поджелтевшие. Потому что надо уже все высаживать. Я же рано сажаю. А вот такая вот циния. Тогда мне писали, что она вытянется. Конечно, она подтягивается. Я ее прищипывала. Ну, вот, пожалуйста, пошли боковые побеги. В общем, высадишь, нормально будет. Вот она у меня еще. Кстати, вот еще остались все, которые не рассадила. Некуда было посадить. Здесь три. Три помидорки. Даже четыре. Вот так. Такие дела. Неважнецкие. Неважнецкие. Питунья такая, конечно, шикарная. В таком большом объеме. Обрезанные такие, видно, трехлитровые бутылки. Я несколько перевалила, а потом перестала. Думаю, нет, это нереально. Некуда поставить. А вот такая вот, это, конечно, моя в горшочках. Я ее потом буду в большие горшки переваливать. И мне сразу горшки эти поставить некуда, чтобы сейчас перевалить и оставить в теплице. Поэтому я вот в такие горшки перевалила из стаканчиков. И они у меня, ну, из литровых. Я у меня все переваливаю, переваливаю. И они вот в таком состоянии. Ну, здесь вот георгины. Некоторые, конечно, как бы подтянутые. Другие совершенно нет. Но все они крепкие. У всех уже прямо пасынки. Я их прищипывала. Там у меня, как питунья, софистика черная. Ну, черную почему-то берут хорошо. Господи, вот здесь вот трава какая-то, которая не должна здесь расти. Не могу мимо травы пройти. Ну, не могу. Вон там тоже еще помидорка желтая, какая-то больная. И жалко выбросить стоит. Вот почему-то не всегда получается. А вот я хочу показать. Это цинирария. Вот у меня оставалась маленькая рассада. Да я взяла в ящичек все подряд. Жалко выбросить было. Рассажала. Рассадила. А вообще-то у меня... Вот она в стаканчиках. Вот такая вот хорошенькая уже. В стаканчиках. Да, я еще прикупила себе. Показывала вам или нет, не знаю. Показываю фуксию черенки. Такие ампельные, красивые. Я их прищипнула. Макушечки отрезала, прищипнула и укоренила. По-моему, укоренились. Вот такая вот уже лабеля начинает цвести. Это изи илоу желтая. Вот она у меня в моем горшке. Вот этот горшок я так и буду потом вешать. Вот так вот на участке. Ой, в общем-то, собственно, все, как у всех. И я уже все как бы показывала. Да, вот в таких горшках уже перец у меня полуострый, два. Два штуки. Мне, конечно, его хватит поза глаза. Здесь тоже в горшках петуня. Ну, в общем-то, вот, ну что, и показывает-то сильно нечего. Это я показывала, как я формировала кашпо. Ну, и вот оно уже вот так выглядит, но еще не цветет. Но я думаю, зацветет, будет красиво, будет белоснежно. Там опера белая, а здесь лабелия белая. Так, я хочу показать, как распустился цветочек. В общем, обо всем помаленьку. Вот это из своих самосборных семян шуга-плюм. Это рамблин. И представляете, ведь никакого расщепления не было, как говорят. Вот абсолютно вот такой расцветки и был цветок. И такой остался прям вообще здорово. Здорово. Так, еще дальше пойдем покажем. Ну, эти я уже сто раз, наверное, показывала. Вот, вот оставили у меня. Придут, заберут. Так, вот это остеоспермум. Здесь вон уже набрал цвет. Ну, вот как расцветет, так обязательно сфотографирую. А это у меня баклажанчики. Я всего себе три штуки оставила. В литровой горшочке перевалила, потому что буду сажать, пробовать на землю. Они еще долго будут стоять. Пусть стоят. А вот здесь такая красавица. Это Саксос Редстар. Даже сама не ожидала, что такие огромные. Такие огромные цветки. Ой, там, мне кажется, еще больше цветок. Очень красивые. Очень красивые. Ну-ка, вот здесь вот что-то. Вот это вот тоже вот из самосборных семян. И вот сливовая. И вот она как распустится. Надо поливать сухая. И посмотрю тоже, интересно, цвет останется или нет. Такой же, какой был. Даже не знаю. Так. Ну, что же еще показать. Да, вот у меня вот такая вот красавица. Такая вот красавица. Махровая. Петунья. И какие-то на ней крапинки прямо. Обычно звездное небо вот такие бывает. А это просто махровая. Не знаю почему-то. Такая расцветочка. Ну, вот ничего нового нет. Даже вот показывать неинтересно. Ну, вот георгины, если вот так вот поднять и показать, в каком виде они, да. Все, конечно, они выглядят нормально. Вот если нормально, то нормально. А вот когда ненормально, то, конечно, и ненормально. Вот такие вот я рассаживала, но уже у меня места не стала рассадить. Не знаю, оправиться здесь вот эти вот желтые или нет. Мне так жалко. Сорта такие хорошие. И это... И вот так он себя чувствует. Так они плохо себя чувствуют. Мои-то высадила. Вон какие зелененькие. Красавицы. А эти, я не знаю, что. Все то же самое, что им надо. Вот такие у меня. Вот такие у меня нюточки. Каждый в стаканчике. Ну, конечно, есть и так еще посеяны в ящиках. Но для продажи вот так себя чувствуют. Я вот довольна. У меня обычно как-то перерастает. Ой, это виола. А здесь она такая красавица. Так. Ну, и табакопа уже вовсю. Вовсю Ивановскую цветет. Здесь тоже маленечко хлорозит. Питунья. В общем, интересно, конечно, когда все цветет, показывать. А так не очень интересно. Ну, я не знаю, вы видели вот такие вот цветы. Знаете или нет? Это кориопсис. Амулет. Вот он в стаканчиках. Вот так вот. Так красиво цветет. Низкий. Прямо с одного цветочка шапка. Таких темно-темно-вишневых цветочков. Вот. А вот эти вот питуньи, это представляете, они у меня здесь сидят с того года, с лета, с августа или с июля. Я брала черенок, потом с него черенковала и все, всю зиму черенковала. И вот этот такой же. Это вот пиндолина малиновая. И я все экспериментирую, думаю, интересно. Они же как многолетки, думаю, как себя же будут вести, не знаю, потом на улице. Не знаю, господи, не могу отстать от листика, от желтого. Вот такие вот у меня дела. В общем, мне вот эти помидорки, конечно, убивают. Ну, что сделаешь? Ну, это вот немезия красавица. Она вот в таком вот состоянии, если кому интересно. Вот такая вот немезия. Ну, в общем-то, и показывает-то больше нечего. Если только показать рассадник, сейчас покажу. Открытый он как раз у меня, открытый на улице. У нас холодильная, я в куртке. И, в общем, вот такая вот капуста. Ну-ка, вот, хорошая капустка. Это чудо на хранение. Там вот Мегатон, Ринда, Краутман. Вроде как она и неплохая. Ну, я сейчас покажу вам ящичек. Вообще, вот что, что за карикатура такая. Это Мегатон. Вот маленько он отходить стал. Сразу зажелтел, зажелтел. Все вроде одно и то же. Вот что такое? Вот бывает и у меня. Не все. Ладно. Ну, здесь, конечно, цветут анютины. Такие красавицы. А вот здесь капуста, конечно, это она уже с марта месяца. Она уже маленько желтеет, но она просится на улицу, потому что у нее там уже расти некуда. Представляете, какая вот здесь корневая, там уже развиваться некуда. А холодно, люди еще пока и не берут. Вон там хочу показать еще вот такой красивый виолок. Рука трясется. Вот так вот. Интересно, вот одна виолка. Посмотрите, какая. Че это за такое? Такая. Это не рассветка, это, наверное, болеет. Вот так надо оставить его оттуда. Вот так вот. Ну, там моя, конечно, капуста, она вся закрытая, но я смотрю, что она нормально растет. Ой, я не буду ее банку открывать, потому что я потом ее... Она может вместе с комом земли вытащиться. Она присосалась уж там. Ну, нормально себе чувствует капуста. Мы вот уже вспахали огород. Вспахали. Осталось посадить только нам картошку. И... Да и все. Картошку еще восемь штук посажу. Капусты. По две штуки. Все, которые у меня есть, чтобы потом смотреть, наблюдать, как она растет. А вообще-то мне уже и не надо. Мне то их схватит по-за-глаза. Ну, покажу уж, раз дошла я до сюда, покажу я свой чеснок. Как... И вот такая уже ведиска. Уже по два настоящих листика. И даже морковка уже вот взошла. Морковка взошла. Вот так вот. Так вот. А там я чеснок еще тоже садила головками. Прямо не зубчиками, а головками. Вот так он и взошел. Ну, видите. Я в том году показывала, как я... Что из этого вышло с моей затеей. Ну, прекрасное. Прямо головочки такие были. Сколько зубцов, столько наросло головок. В общем, красота. Вот такие дела. Ждем тепла, ждем тепла, тепла. Вообще-то было у нас много тепла. Ну, только день-два холодно. И кажется, что и тепла уже не было. И все, что холодно нам, и плохо. В общем-то, еще два дня переждем. А там уже будет настоящее, можно сказать, лето. Ой, моя беседка вся завалена, загружена. Боже мой. Показывать даже не буду. Ну, в общем, до свидания. Ролик, мне кажется, получился не очень-то интересный. Показывать нечего. С вами была Наталья. КОНЕЦ Продолжение следует...